Железнодорожное пассажирское сообщение Кызылорда, Жизказган, Астана. Жители этих регионов ждали не одно десятилетие. И несколько лет назад его запустили. Но радость пассажиров прошла очень быстро. В Аральском районе Кызылординской области недовольны частотой движения и графиком курсирования состава. Мои коллеги выяснили, запустят ли новые составы на этом маршруте. Рашид Касанов проживает в ауле Бекбаул Аральского района. Как и тысячи сельчан региона, несколько раз в месяц часто передвигается на поезде. То по делам, то к родственникам. Ездил бы и чаще, только поезд Кызылорда, Жизказган, Астана курсирует всего три раза в неделю. Этого, по словам мужчины, явно недостаточно. В неделю всего два-три раза ходит поезд. Было бы замечательно для народа, если бы он курсировал через день, даже ежедневно. Пассажиров много, билетов нет. Они раскупаются заранее по интернету. Я убежден, что в наши дни не составит большой трудности прицепить еще 6-7 вагонов и создать полноценный состав. Единственный пассажирский состав по маршруту Кызылорда, Жизказган, Астана курсирует по железной ветке Жизказган-Биньев. Новая магистраль соединила северные и юго-западные регионы страны. Поэтому этот поезд имеет огромное социальное значение. Это не только моя просьба, но и пожелание всех жителей. Мы просим увеличить количество вагонов и поменять расписание поезда. Жители региона уверены, что удобный график и увеличение количества вагонов принесут пользу всем. И предпринимателям, и пассажирам, жителям отдаленных аулов Приоралия. Национальный железнодорожный перевозчик Казахстана в свою очередь заявляет, что в настоящее время изменить график движения поездов на данном участке железной дороги возможности нет. Причина ограничения пропускной линии Кызылжар-Жизказган. Но тем не менее этот вопрос не снимается с повестки дня, пояснили в нацкомпании. Согласно договору между товариществом и акционерным обществом Казахстан-Тимир-Жоле, график поездов должен был быть рассмотрен и утвержден заказчиком. Поэтому увеличение количества вагонов или изменение расписания поезда остается в компетенции национальной компании.